Привет! Не знаю, почему кадры начинаются в подъезде, но утром я сегодня ничего не снимала, потому что выставляла вам видосы и, в принципе, ничего интересного не было. Почему ветер? Сделай так, чтобы ветра не было. Тупить петличку с микрофоном. Мне некуда сюда петличку сувать. Сюда? У меня вот здесь нету. Это нужно на Алике заказать эту фигню. Блин, почему у меня так рука трясётся? Я потом монтирую и меня вот так вот видела. Как мне сделать так, чтобы моя рука не тряслась? Так. Куда мы идём? Сначала ко мне, потом мы быстрём съездить. Да. Я боялась, что замёрзну в куртке. В итоге я шла вот так вот в этом топе. Кстати, этот топ мне подарил Илья. Всем рождения. Штаны я вам так и не показала, но покажу обязательно. Да, Зид? В общем, на улице пипец как жарко. Мы еле как дошли. Мы уезжаем на дачу, получается, завтра утром и приезжаем в понедельник. Я буду влог снимать. Буду снимать. Ого. Да. Ты будешь в обороне работать? Да. Мне кажется, я буду целыми днями сидеть монтировать, потому что у меня около четырёх видео не смонтированных ещё. Влог не я, а Зито. Ну давай, кусай, кусай. На. На, кусай. Чё ты? На. Я не пойду с тобой гулять. Отстань, не пойду. Всё, отстань. Сейчас вас проглотят, девочки и мальчики. Кстати, мне интересно, сколько пацанов смотрят мой канал. Если ты мальчика смотришь мой канал, напиши в комментариях. Мне очень интересно. Илья, ты смотришь мои влоги? Да. Периодично. Если ты мальчик смотришь мои влоги, обязательно напиши. И кстати... Илья, я не слышу теперь эти муха. Зачем? 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 Зачем она тогда? Хочу... Знаете, что я нашла у Ани? Аня, прости, если ты смотришь мой влоги. Там не видно. Прилякают. Все же знают эту штуку. И сейчас все побежали искать у себя дома эту штуку, да? Мне кажется, она всех дома есть. Мне тоже. У нас она была, потом ее выкинули. Не могу так красиво на улице, все такое зеленое. Единственный минус, это то, что ветер, и ветер довольно-таки прохладный, но вот мы идем к полочке, а Илюша вообще в шорте. И ему нормально. А здесь вообще, просто, всегда голая. Даже быстро совесть. Как тебе не стыдно? Смотрите, как у меня шнурки на кроссовках светятся, и не только, короче, еще вот здесь сеточка. Вот. Прикольно. В темноте. Вы будете наблюдать, как мы застилаем кровать второй раз в Инстаграме и здесь. Мы просто целе играли в правду, ну, типа, в желание. На комменты? Да. Да. И те, кто подписан на мой Инстаграм, это видели. А если ты не подписан, то многое пропустил. Даже впрочем. Ой, а что это мы так делали? В общем, мы скачали игру вчера. Вот уже второй день играем. Попали на остров, с которым нам нужно... Слинять. Слинять, да. Там акулы, не акулы. В общем, прям пустой остров. И мы должны были сами делать огонь, палатки, там, все в этом духе. И вот сейчас мы уже поспали, сделали палатку, сделали костер, покушали. Но сначала не поняли, начали заново, потому что что-то там не так сделали. Ну, вот наш костер. Там еще сейчас Лепар покажет палатку. Мясо пожарили, кокос попили. Вот палатка наша. Особенно очень красивый закат здесь, вот как будто прям в реальной жизни. Большое соревнования. Областные, да? Добрые как-то. А меня не будет ли? Я так расстроена. Будешь мысленно со мной. Ну, вообще должны были сегодня уезжать. А чего у нас завтра или когда? Восьмом. 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 Восьмом числа у нас еще и два года десять месяцев, и мы в этот день не увидимся. Как обычно. У нас дверь, да. Совпадают. Закон подлости. Ну да, можно так сказать. Мы уже в 30 дней биться, а именно в этот день не убивиться. Да. Все, куда я живу? Уже дома и сейчас такая лежу, думаю, как я хочу кусочек шоколадки маленький. И вспоминаю, что у меня есть прекрасный уголок с моими подарками, которые еще здесь лежат. Некоторые не разобранные, но я сняла видео про мои подарки. Кто не видел, обязательно посмотрите, не забудьте. Я вспоминаю, что у меня есть коробочка, в которой лежат шоколадки. И сейчас я возьму вот такую и спокойно ее съем. И все. Я, собственно, лежу, просто смотрю YouTube. Я просто в шоке. Мне сейчас звонит Настя и говорит, что нам выставили оценки годовые. Конечно, не такой серьезный предмет, типа ОБЖ. И сейчас у нас 6 мая. Но первая итоговая оценка у меня уже есть. И только сейчас до меня доперло, что осталось учиться меньше... Получается, мы 12-го выйдем меньше недели. Вы просто понимаете? Это видео, скорее всего, даже выйдет тогда, когда уже будет оставаться вообще дня 2-3. Получается, вот это первая четверть, вторая, третья четверть. Вот это четвертая четверть. А вот это год. То есть за год. И вот этот предмет у нас ОБЖ. Мне за него поставили 5. Первая оценка. И сейчас у нас 6 мая. Мне немножечко стремно. Потому что мне нужно исправить русский, географию, диалогию и еще парочек предметов. Просто я не понимаю, как прошел так быстро этот год. Ну, вот так вот. Иду к маме на встречу. Она идет с работы. Заходила в Ашан и без меня. Вы представляете? Козявка она у меня какая. Она ходила в Ашан за удобрениями. Так мы завтра едем на дачу удобрять. Там цветочки и все такое. Поэтому она просила меня встретиться. Она с большими пакетами. На улице похолодало. Мне прям холодно в кожанке. Ну так, прохладненько. Свежо. Моя мама сидит на лавочке и ждет меня. Я думаю, она пойдет потихонечку. А нет, она решила приземлиться и ждать меня. Что может быть лучше? Сидит, мотает ножками. Кис-кис, кис-кис. Блин, я сейчас смогу и она не встанет. Я засниму этот момент. Блин, она собирается. Ну блин. Ой, выглядывает, выглядывает. Что мне сразу набрать? Я думала, донесу. Донесла? Да что-то несла, несла, устала. И силы мои закончились. Что ты тут накупила? Да ты что вы там из удобрений взяли? Наконец-то! Ватные диски. Я уже какой-то день вытираюсь ватой. Как это? Медицинской какая-то? Угу. Медицинской ватой. Ааа, наконец-то! Это вам не хватит на недельку. Что тут еще? Покупок. Во-первых, это вот такие какие-то похожие на Орео. Или это и есть Орео, мам? Печеньки. Печеньки. Огромная, большая булка. Мам, Филю уже кормили, он не хочет есть. Палочку. А, палочку. Это вот то, что мне нужно. 120 штук каждый день ватные диски. Они у меня быстро кончаются. Пакет. Мама, а что там в этом пакете? Твоё что-то? Аааа. Это филинная еда, которая с идеальным составом. Две штуки. Они дорогие вам вообще? Влажные салфетки. Любимые филинные снеки. Эти палочки для зубов. Вот эти. Это его самые любимые. И какая-то фигня. Что это такое, мам? Удобрение. Удобрение. И ещё ватные, ой, ватные, влажные салфетки. Их много не бывает. И всё. Смотрите, как он хочет эти палочки. Филя, хочешь палочку? Хочешь палочку? Эти не дам. Сидеть. Сидеть нельзя. Нельзя. Ай, нельзя, говорю. Сидеть. Нельзя. Нельзя. Фу. Фас. Обожает эти палочки. И убежал. Куда убежал-то? Я тебя снимаю вообще-то. В большом, огромном просто шоке. На самом-то деле. Потому что сейчас, чтобы вы понимали, уже 6 мая. Как так быстро пронеслось время, что уже 6 мая. Я не знаю. Блин. С каждым годом время всё быстрее и быстрее летит. И я это замечаю. И мне из-за этого очень грустно. Я не хочу, чтобы он так быстро шёл. Ну, потому что мне уже сдавать экзамены, а я ещё вообще нифига ничего не знаю. На самом деле это хорошо, что мы в этом году сдаём всего два экзамена. Русский и математику. Кстати, насчёт колледжа меня очень многие спрашивали. Потому что я вам не дорассказала. В одном блоге я, в принципе, конкретно рассказала всё в таком вот формате. То есть с Комканом всё главное. Но не рассказала про то, что я поступаю в юридический колледж, как я уже и говорила. У нас там не будет бюджета. У нас будет там только коммерция. И в год там около 70 тысяч. Вот. Буду учиться я три года шесть месяцев. Мне нужно уже идти делать фотки. Скоро пойду. Для поступления нужно сразу вместе с документами сдать около шести фотографий. Три на четыре. Потом мне нужно съездить. Будет скоро сделать флюорографию. Чтобы забрать справку из школы, что я здорова и могу поступать в колледж. Хотя она нужна была к первому сентябрю, оказывается. Но я сделала её заранее. Она действительно полгода. Под Игорь Тонкина. Отвапай, конечно. Коротше получили дизай SM. Он отплощ был��안 SAS. Продолжение следует...